Привет, друзья! Вот такое нетривиальное view у нас сегодня утром. Я немножечко прибираю в холодильнике, нужно его протереть, разложить, коробки полупустые выбросить. И, в общем-то, составлять буду список, потому что сегодня вечером я иду в Костка. Вот как у меня все выглядит. Тут у меня всегда лекарства, я их, кстати, перебирала на прошлой неделе, поэтому здесь все чисто. Вот, протереть полочки нужно, пересмотреть, инвентарь сделать, вот, переложить, разложить, выбросить, что лишнее. И вот этот вот вид лука, у меня здесь такая коробочка с луком стоит, и вот образовываются у меня раз в недельку вот такой вот шкарлупки всякие здесь. В общем, я это сейчас все буду пылесосить и покажу вам, как я чищу холодильник. Вот он уже пикает, потому что остывает. Вот я вот так вот собираю все шкарлупочки, вот эти вот шелуху, шелуху, всю шелуху. Вот так вот, у меня такая вот коробочка, вот внизу. Сейчас здесь еще йогуртики пойдут. Я все время подтираю, вот просто у меня такая вот для окон брызгалка. И я вот, у меня такое полотенце есть, которым я все протираю на кухне. Вот я им немножечко протру. Вот, я знаю, что есть кто-то, кто моет раствор вода с хлоркой, но это немножко все-таки запах, да? А этим просто кто-то средство моет, например, от посуды разбавляет, такую жидкость делает. А я так протираю, уже приятно. Так, все, сейчас надо сюда йогуртики выложить, вот эти вот у меня здесь, которыми я, кстати, ребята, недовольна этими йогуртами. Я их купила, потому что на них была скидка. Абсолютно ими недовольна. Но уже надо доесть. Ну, во-первых, я не люблю вот этот вот искусственный вкус сахара. Ну, было понятно, что это будет, если на процентов, да? Вот, ненавижу этот вкус. Ну, во-вторых, этих йогуртов хватит. Я даже не буду сегодня брать йогурт, потому что у меня стали дети йогурты есть. Вот эти, знаете, вместо перекуса, вот вместо яблока идут, берут йогурт. Поэтому я решила не покупать йогурты. У меня так быстро решаются вопросы. Если кто-то начинает слишком активно есть, я просто перестаю покупать. Здесь обычно у меня еще есть мешок с картошкой и мешки с молоком. Потому что я покупаю упаковку, у нас в упаковке три пакета молока. Вот, здесь нужно лук подкупить, но мне еще этого хватит на два-три дня. Вот, сейчас приступаю к вот этим ящикам. Нужно пересмотреть, перебрать, то же самое пропылесосить, протереть. Это уже выбросить нужно, переложить, сложить. И уже исходя из этого буду составлять список в костках. Так, все, вот это я все почистила, пропылесосила, помыла. Переложила вот здесь, кстати. Хочу вам сказать, что морковку все-таки, если у вас есть возможность и место, желательно выкладывать из пакета. Я купаю морковку в пакетах. И она, знаете, иногда, ну, не всегда я пользуюсь морковкой. Я вообще, если честно, не очень люблю ее готовить. У меня дети в основном просто ее едят в любом виде. Вот, иногда, конечно, использую в блюдах, там, в супах каких-то. Но иногда она вот бывает подолгу у меня пролеживает в холодильнике и, ну, как бы, преет, да, преет в пакете. Поэтому для того, чтобы это не происходило, вот так я выложила. Всегда у меня такая какая-то бумажка, салфетку здесь я подкладываю, потому что, чтобы больше влаги впитывать из продуктов. Вот, так что вот эту часть мы тоже помыли. Приступим сейчас к этому грязному ящичку. Что я обнаружила сейчас? Вот я ящик вытащила этот. Я думаю, что там темное? А у меня разлилось, видимо, мясо в этот раз, когда оно у меня размороженное было. Потекло здесь. Вы представляете, сколько здесь сейчас микробов. В общем, сейчас нужно это вытащить. Будь здорова, габочка, бедная, поспала сегодня в одном памперсе и уже все. Все, сейчас, видите, я вытащила. Сейчас вот это я здесь помою, потому что я этого не видела. Это нехорошо. В общем, сейчас помоем это тоже. Знаете, ребята, что я делаю? Я не могу отмыть вот эту вот кровь. Она какая-то засахарившаяся. Я даже не знаю, как сказать. В общем, я ее терла, две губки испоганила. Ножиком снимала. Сейчас пока что просто засыпала, чтобы растворить это все немного. Соды и уксусом погасила. Оно должно немножко это разъесть. Уже, надеюсь, тогда отмою. Ну, вот так вот. Вот, упущено было мной, видимо, немножечко вот такая вот тема. Мясо, видимо, где-то потекло, а я упустила. Отошло, ребята. Слава Богу, отошло. Вот оно все ножиком сошло. Сейчас будем натирать. Ну, надо же такое. Как-то я упустила. Все, сейчас будем натирать. Так, все, полки помыли, видите? Нижнее стекло помыли. Продвигаемся сейчас на это стекло. Разберем вот здесь, вот здесь. И, в принципе, немножко на дверях. Скажите, вот этот вот humidity control. Я никогда не понимаю, как бы здесь все равно не до конца. Видите, эту дырочку видно щит. Что он, как, что должно быть? Среднее, на высокое. Humidity это влага, да? На низкое должно быть на 2, на 3, 4 или 5. Я поставлю на 3, на среднее. Но я не понимаю, как это работает на 3. Ну, допустим, что это даст, не знаю. Напишите, вот, если вы понимаете в этом, чего оно означает. Все. Холодильник несколько подходов в течение дня помыла, пока гуляла с детьми. Пока туда-сюда все разобрала, перебрала. Холодильник пустой. Сейчас сюда только лишь одна пойдет. Вот это моя сковорода, которая сотейник с мясом. А, ну вот еще... Еще вот эти. Лен. Семена льна, перетертые, уже готовая в Костко покупала. Все, ребята. Так что в Костко нужно ехать с рочником, потому что... Ну, все, пусто. Все чисто, разобрано. Я обожаю, когда у меня чистый холодильник. Не только в том плане, когда он чистый, а когда он прям, вот, знаете, пустой. Когда видно, что есть, чего нету. Это, кстати, сметана одна вообще там на дне. Это я просто жду, когда вот борщ или что-то, чтобы, знаю, выколопать, выколопутить уже вместе с жидкостью. А здесь половина банки. Так что нужно брать сметану и полбаночки Филадельфии. Посмотрим. Мне нужно подумать, что иду в школу. Остался у нас месяц до конца. Нужно подумать, может, какой-нибудь другой снек ему буду брать. Потому что мы ели булочки, мы ели уже тортии. В начале года фишстикс, габочка. Ну что, у нее насморк. Сейчас мама вытрет. Все, пошла вытирать ребенку носик. Покажу вам последнее. Вот я тоже в Костка брала для блеска. Вот у меня постоянно вот эти детские лапки. Видите, на холодильнике лапки. Вот эти вот прикасаются дети, открываешь. Ну, вообще, на этих холодильниках все видно. В общем, что я делаю? Я вот это стрясываю. И распрыскиваем. Распрыскиваем вот так вот пеночку. Я не жалею. Вот. И натираю полотенцем вот это вот все, чтобы убрать. Но и как бы защищает, и стирает вот эти все царапки. Сейчас, габочка, сейчас. В общем, покажу конечный результат потом. Ну что ж, все. Холодильник блестит. Как новенький. Продержится, это, конечно, недолго состояние. Ну, хотя бы что-то. Все. Время пришло уже собираться в Костка. Так, я уже с Костка жду забрать свои очки пока в очереди. Там обслуживают. И я люблю, когда мне что-то нужно. И это по скидке. Вот сегодня на это мясо, на упаковку 5 долларов скидки. На свинину. Кофе мне сегодня нужна большая редкость. И на него тоже скидка супер. Возьму. Так, Катюша моя из Марокко. Вот я тебе показываю. Такой у нас даже им продается. 339 баксов. Красавчик, конечно. Но видишь, он такой не сильно измалеванный. То есть нормальный, приличный. Вот, считай, с налогами 350 долларов. Вот такой тоже. Но он большой достаточно. Такой приличненький. Ну, вот это Костка у нас. У меня такие маленькие баночки. Не баночки, а такие маленькие кастрюльки есть. Я для приправ их использую. Какие красивые. Есть разная посуда. Мам, прелесть. Видите, какая прелесть. Какие чашки шикарные. Здесь тарелочки. Класс. Так, появилась новиночка. Кускус 7,99. 4,5 килограмма. Я обязательно беру. Потому что он меня соблазняет. Кускус я не брала давно. Почему он здесь разорванный здесь у нас? Беру Кускус. Главное, чтобы он не был порванный. Этот порванный. Вот этот возьми. Так, не падать. Тихо. Не падать. Не падать. Не уезжать. Я сказала. Приказ был не ехать. Так. Пакет очень рвущийся. Вот такая ручка. Оф, первая сегодня будет нам покупку. Кускус. Так, интересно, а какой он? Крэзинг компанией. Где он, где он ингредиент, ингредиент. А где он произведен? Интересно, чей это Кускус? Торонто, Монреаль. Странно, странно. Но, наверное, наш Кускус. Так, моя Лилечка Хаймах спрашивала меня по поводу томатов сушеных, вяленых. То есть, вот они у нас продаются. Вот эти томаты. Я их обожаю. Их и в мясо, и в сыром виде. И, как я говорила, я их ем с молочным. Очень вкусно, с крем-чизом их есть. Или просто со сметаной жирной. Ой, прелесть. Я, вы знаете, возьму. Сегодня возьму. Я еще потом посмотрю по бюджету на кассе. Но пока я их возьму. Ах, прелесть. Обожаю их. И еще мне нужно взять, как они называются, вот эти вот, hot paper jalapenos. Халапениус, jalapenos. Взяла jalapenos. Ой, вот это мои любимые. Мои любимые артишоки. Я их люблю. Они в масле. Главное, они в воде. В воде я их не люблю, а в масле. Они тоже как будто бы, как это называется. Они в масле. И, типа, немножко они как вяленые тоже. Но они не вяленые. Просто они такие есть. Ну, в общем, я обожаю эти артишоки. Здесь идут они две банки за 15 баксов. Ребята, я приехала, они стоили 12 баксов. Шикарная вещь. Советую, рекомендую. Очень вкусная. На гостям, на стол. И вообще на праздники. Ну, и на каждый день. А вот это новые грибочки появились. Новые грибочки какие-то маринованные. Но я брать не буду. Я не буду брать. Так, пошли дальше. Так, беру граунд цейномон мне нужен. У меня закончился. Берем цейномон для выпечки, для блюд. И даже в хозяйстве пригодится. И вообще в кашу вкусно утром тоже в кваке. Кто кладет. Очень полезно и классно. И с яблоками просто перекинуть. Вообще вкуснятие необыкновенное. Приправы больше у меня сегодня никакие не нужны. Еще вспомнила, что мне нужен лавровый лист. Возьмем лавровый лист. 5 долларов. Конечно, немножко такой. Пожмяк. Ну, где-то может полопавшийся. Но бы себе дарится. Окей. Такая большая баночка. Все еще. Вот возьмем. Какой наборчик у нас уже здесь. Прилучненький наборчик. Это уже на 30 баксов здесь. Так, значит, возьмем обычную нашу пострамку. Самую дешевую. 7,99. Хотя, я не знаю, этот раз поеду попросил, что может быть, чтобы я ему готовила эти. Он хочет типа по-флотски, чтобы я делала. Ну, только не по-флотски, а в томатном соусе я еще делала. И вот апдейт взяла еще кофе, которая по скидке сегодня на 2,50. Получается там 80 копейками, где 111 долларов. Так, потом у него тут фермерская колбаска. Но она не из этой морозилки пойду возьму. А нет, она из этой морозилки. А что они здесь поставили смокс-фарм-сосич. Я возьму ее тоже. Она очень вкусная. И она хорошая. Мне понравилась в прошлый раз и деткам. Я вам о ней рассказывала. Очень вкусно. Прям чесночком пахнет. Прям домашнее. Так. Мы посмотрим потом, что еще будет. Так, еще сейчас время барбекю. Вот за 11 баксов возьму упаковку. Вот таких пижамбососисок. Свиные, по идее, должны быть. Какой у них ингредиент? Да, порк. Порк и чикен. Вот две упаковки по 900 грамм. Кило 800. Кило 810 долларов. Так, я так подозреваю, что вот эту колбасу я не беру. Видите, как у меня быстро решаются вопросы. Слишком много взяла вкусного. Это выкладываем, значит, вкусное. Это еще не конец. Еще наверняка, что-то отсюда исчезнет из колясочки. По ходу дела. Метана 2,95. Берем сегодня что-то дешевле. Раз дешевле, раз не дешевле. 1,95. Это о чем-то говорит, да? Как в моем видео о ценах. Но пока не знаю, о чем. Молоко в другом месте молочное. Ой, сыр сегодня недорогой. Сыр тоже берем. Сыр беру 7,99. Black Diamond. Это хорошая фирма берем. Сыр берем. В Израиле тоже вот такой вот сыр я видела. 24 доллара. Это. Вот эта фирма. Шетер. Как габочка у меня в конце из этого набора в основном стала выедать почему-то. Она все ела, но сейчас стала почему-то выедать только вот эти вот гринды. Вот здесь отдельно продаются сегодня. Они совпало так, что органические. Все, возьмем 7,99. 2 килограмма зеленых бинов. Кладем. Взяла сегодняшний наш ужин 7,99 курочка. Она у нас на ужин уже взяла молоко. 4,25. И взяла творог. Тоже он там около 10 долларов. Сейчас иду беру мясо. Все мясное. Все взяла две упаковки под скидкой. На каждый пэк 5 долларов скидка. То есть не пер килограмм, а пер пакет. То есть если здесь на 21,90, то на минус 5 долларов. Я взяла 2 куска. Это вырезка свинная. Я не знаю, как называется шея, наверное, или что. Это не шея, это нарушит другое. Но это такая хорошая, она не жирная, не жирная такая вырезка. Я всегда ей взберу. Короче, ребята, фарша не был вообще бардак такой. Только народу вообще ужасно много людей. Я взяла чикин 3 упаковки. Была на 23 доллара. Буду разделывать. И все, фарша нет. У меня есть фарш-морозилка еще дома, это ок. Ну и ребята, кто нас знает хорошо, знает, что мы не можем без банана Брэд. По такой цене грех не взять. Сладенькая, ну хватает на неделю почти. Мы его едим. Правда дети вдруг тоже его раскусили, тоже начали подключаться, но все равно ведь в пятницу все разобрано. Ужасно. Много народу, очень много. Ну так сильно не видно, но прилавки пустеют. Будьте внимательны, когда вы покупаете каптики. Тут цена написана 7,99. Но если вы читаете, то написано, выберите два пакета по вашему выбору. За 7,99. На самом деле, одна коробка стоит 3,63. Вот. Не знаю, сколько это видно. Юнит прайс. Тут написано Юнит прайс 3,63. Вот. Так что я возьму. Я возьму. Я всегда думала, что они 8 долларов стоят. Они такие дешевые. Я сейчас выберу себе что-то. Вот это банана Чоклад. Это все банана Чоклад. Но Чоклад просто я не хочу брать. Это Эпл Маффин. Эпл Маффин. Это что, какое-то Маффин? Маффин. Банан Чоклад тоже самое. Блюбери. И блин, Ями-Ями. Так, а что я хочу? Я возьму яблочек. В том, что я никогда его не пробовала. Вау. Прикольняк. 6,30. Эпл. 3,63. Сколько лет покупаю? Воска не знала. Я почему-то думала, что они по 8 долларов. Вот внимательно читайте ценники. Что так написано 7,99. А на самом деле это за две упаковки. За одну 3,63. Так, я взяла стропричь. Упаковку большую. Они стоят по 3,99. Что у нас тут еще и цветокать не буду. И грибы взяла. Взяла грибы. 4,99. Вот. Здесь ужасно холодно, поэтому вылетаю. Так, хочу показать вам ламинаты, пол, который есть. А почему, что такое вот произошло с этим. Вот с фокусом. А вот такие ламинаты. 23,99. Per square foot. Вот. Видите, вот так он в разрезе. Это, видимо, подешевле который. Такие оттенки. А этот уже по 28,109 за square foot. Здесь уже вроде как-то такое дерево другое. Там спрессованное. А вот это наша плитка, которую мы купили для кухни. 32,99 стоит упаковка. Там 5 листочков таких. Вот такое мы будем стелить наш black splash на кухню. Вот так это будет смотреться. И ванне можно выкладывать. И на кухне. Это у них одна есть. Вот это я их обычные беру. Но я беру каждый раз по чуть-чуть. В этот раз сегодня я не буду брать. Вот еще здесь есть. А это что? Винил. Тайл. Это винил. 35 долларов. А вот за 20 долларов. Это что? А это уже, ребята, плитка. Плитка, которая выглядит как паркет. Ну вот, это по дому. Так как я смотрю, тут шланги разные, душики, лампы. Это меня не интересует сегодня. Так, в конце эти маффины я вытащила. Встаю сейчас в очереди. Длинная. Сколько народу во всех кассах. Вот так. Двигается быстро. Передо мной два человека. У них очень мало в колясках. Ну что, ребята, я про удову myself. Я даже купила себе за это мороженое за 1,99$. Потому что мой счет сегодня я взяла. Ну, вы видели, что я взяла. Ну, может, это маленькая касса. Конечно, мало пока что вам. Но здесь не так уж и мало. Обратите внимание, я не брала йогурты сегодня. И мне это обошлось. Фокусируйся, собака. Фокусируйся. Вот. 179. Ну. Ну. Ну, почему он не хочет фокусироваться? Ну, вы поняли, что здесь 179 долларов. Вот такой сегодня у меня был список в Костка. Будем загружаться. Ехать домой. И еще я купила курочки сегодня на ужин. Уже взяла, так уж и быть. Чипсики. French fry. За 2,50. Горяченькие. Так что все. Быстро еду, пока ничего не остыло. Пока. Спасибо, что были со мной. Субтитры сделал DimaTorzok.